Мы будем как раз погружаться, искать из жизненных ситуаций, да, у каждого своя, моменты, где у нас есть еще это внутреннее насилие над собой, над другим, вот эта нужда, постепенно из нее вырастать. Будем четко учиться решать эти внутренние дилеммы выбора прямо в моменте. Пришел момент, пришел кризис, пришел стресс, да, можно делать работу в айранкете, мы ее тоже будем делать, можно проявлять ненасильственное общение, но кроме этого, да, у меня сейчас вырисовался такой инструмент, работа с дилеммами выбора, прямо здесь и сейчас. И вы увидите, насколько быстро и эффективно это работает, насколько быстро это дает в моменте, прям результат трансформационный, именно трансформационный. То есть меняется просто ваше мышление. Почему? Потому что вы делаете этот внутренний выбор и вы идете в свой страх, да, то есть вы его проживаете в моменте и вас это освобождает. То есть постепенно вот это я, которое определяется через внешний мир, вот это отраженное ощущение себя, в таких шагах оно начнет просто утончаться на глазах, оно постепенно начнет освобождать хватку свою над вами. То есть ничего страшного в том, что в нас это есть, мы эволюционируем, мы растем, мы постепенно растем, не все сразу. Но именно эта часть мешает нам жить полной грудью, полной жизнью, жизнью свободной, текучей. Внутри у нас огромные потенциалы, огромная красота, огромная вот эта уникальность и совершенство, просто все это прикрыто нашими страхами. Вот у меня уже был опыт работы именно в таком ключе, практике, и результаты очень классные получились. Ну то, что это дает, это дает чувство внутреннего освобождения. То есть когда мы не отождествлены никакими историями о себе, мы просто живем. Вот эта жизнь, она очень проста. И как вы видите, есть фраза, в моменте мы либо стоим, либо лежим, либо сидим, все остальное это наши истории. Вот о том, как смотреть в эти истории, как жить из места до истории, об этом ретрит.